Указки есть? Система перевода, вот это. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Вот, немножко название так мы изменили. Дело в том, что последние вот большие конференции, сначала в сентябре, в начале года в марте Сан-Галлен конференция, затем АСКО, я там, сейчас Сан-Антонио проходит, уже завершается, а уже доклады уже можно прочитать. Ну и вот наша конференция, значит, как всегда, мы начинаем с гормонозависимых опухолей, рецептопозитивных, потому что они занимают около 80% среди всех случаев рака. Вот, и есть, как бы, какие-то новости, которые еще так широко не освещены в журналах, но мы об этом сообщим. Ну вот это взяты слайды из конференции, которые были в Сан-Галлен. Мы обычно участвуем там в этой конференции, являемся членами, но в этом году мы онлайн. Вот, вот, было три выступления. Фриденс Францесс, Фатима Кардоса, руководитель АСМА, и Хобер из этого самого городка Сан-Галлен, который недалеко от Вены. Называется Сан-Галлен, а на самом деле конференция проходит давно уже в Австрии, а не в Швейцарии. Ну, а, как бы, основная идея доклада, что нельзя ли, как бы, отказаться от химиотерапии у больных с гормонозависимой формой опухоли, вообще не проводить, даже при третьей стадии. Вот, или отказаться даже от другой системы, от эндокринотерапии. И, наконец, если мы все-таки назначаем, то сколько там лет? Пять лет или десять лет, и так дальше. Вот, ну, это приводятся данные университета Оксфорд и Либросканцентрализ калиберитив групп, так называемые, в которые мы входим уже, вот, наш институт в течение 20 лет. Чем, в общем, привлекателен вот этот Оксфорд-анализ, что они берут все рандомизированные исследования и проверяют, насколько, в общем, это действительно помогает гормонотерапия и как долго вот этот эффект длится. И вот они пришли к выводу такому, когда проанализировали десятки тысяч пациентов, что, в общем-то, первые годы, там, первые пять лет, мы считаем это уже успехом каким-то лечением, особенно, там, больных с метастазами, лимфоузлах, значит, большая часть пациентов, получавших просто там Оксифен, то есть они даже отбросили ингибитор ароматазы, как бы самую такую мягкую терапию. А вот все события случаются уже гораздо позже, к 15 годам после операции. Ну и, в общем, конечно, вот такой обзор, это было исследование, они берут для анализа только рандомизированные исследования, причем каждый раз проверяют, правильно ли во все это выполнено исследование. Вот в наш институт, приезжал Ричард Грей, это помощник Рича Пита, вот, в Оксфорде. К сожалению, вот только что прошла эта конференция в сентябре месяце, в Оксфорде, анализировали там химиотерапию, и через несколько дней Ричард Грей внезапно скончался, сейчас послали ему это письмо, один из самых блестящих исследователей в области рака молочной железы, ну и других опухолей. Вот он приезжал к нам в институт, поднимал истории болезни, карточки, там, как мы рандомизируем вот этой программе АТЛАС. Пять лет-то максимально против десяти. Значит, я гурировал тогда по России всей этой работой, участвовал, значит, в наш институт, Москва, но там очень мало, Рязань, и здесь где-то в Барнауле, это Алтайский край, там доктор, профессор Лазарев и его команда, они все участвовали в этой работе, вот она длилась, эта работа фактически 20 лет. Вот, ну вот здесь из голосования Сангальн в этом году, ну, я не буду показывать все слайды, потому что там 50-х штук, для нас очень важно, что на вопрос, надо ли, значит, до начала гормонотерапии, гормонозависимый опухоль, рецептор позитивный, как-то дать дополнительный, кроме рецепторов, критерий, что потом можно назначать, по крайней мере, на пять лет. Ну, вот здесь большинство согласилось, что если кишечная система в течение вот этих трех-четырех недель уменьшается, тогда есть смысл потом назначать и на пять лет. И, в общем, эта идея была Яна Смитфа, тоже из Оксфорда, она, в общем-то, подтвердилась. Ну, я это пропущу, потому что здесь уже не имеет такого значения. И вот здесь очень важно посмотреть наши, так сказать, подходы к адъювантной и неадъювантной именно гормонотерапии в зависимости от, как бы, стадии категории Т, от первой до третьей стадии. И что здесь нового? Ну, вот, например, мы знаем, что большинство центров и учреждений назначают новопременопаузы очень часто тамоксифен или ингибиторы супрессии вареальной функции. Но все-таки выяснилось, что большинство центров пациента получают тамоксифен безотносительно возраста, постменопаузы, пременопаузы и так далее. И очень важно посмотреть было, вот, как сказалось на выборе лечения вот эта информация о значении ингибиторов циклинозависимых кеназ. И вот было три работы, они еще не завершены, вот, в частности, монархия, это применение ингибиторов ароматаза или и плюс объема циклип. Вот это одно исследование, которое, в общем-то, из трех показало, что все-таки выживаемость лучше, когда назначается вот этот препарат ингибитор циклинозависимых кеназ. это бы не было подтверждено при других, кроме рибоциклипа. А вот при категории Т4, здесь, конечно, выходит на первый план рибоциклип, значит, фуллистран плюс рибоциклип. Потому что очень даже как-то неожиданно, что вот это исследование на Толе, на некоторых центрах российских участвуют, наш институт, в частности, одновременно с исследованием на четвертой стадии. Вот это исследование идет, еще не завершусь. И вот исследование на Толе, оно было доложено и на АСК, и сейчас на Сан-Антонио. Ну, совершенно очевидно, что, конечно, рибоциклип улучшает эффект лечения, но, тем не менее, сами исследователи, вот я вам там покажу позже, говорят, что все-таки вот наблюдение всего три года это недостаточно для гормонной терапии, чтобы согласиться, что это вот такой стандартный препарат. Ну, если есть мутация, опять все касается люминальных опухолей, пиатрисей, то, конечно, добавление альпилисиба, ингибитора этой мутации, и фуэстранта дает ощутимый перевес в лечении. Вот здесь как бы мы показываем различные вариации изменения и применения этих препаратов, но пока, в общем-то, в основном это касается вот исследований на ТОЛЕ, то есть рибоциклиба. И в наших рекомендациях сегодня много говорили, рекомендации ОР, рекомендации там РУСКО, ну и каждый год мы издаем золотая книга, вот это, значит, рекомендации РОМ, российского общественного Мамалова, там 1200 членов этой организации нашей, и каждый волен там, и вот в этом году будет четвертая, значит, снова издана эта золотая книга, и здесь будут представлены различные вот такого рода рамки, значения, там, скажем, значит, вот, допустим, рецептор позитивной опухоли, ну мы расцениваем, как это, как бы, само собой, разумеется, там преобладает гормонозависимый опухоли. На самом деле это четыре типа, значит, экспрессия обоих рецептов, и прогестерона в том числе, без прогестерона, дальше, значит, экспрессия только рецептов эстрогенов и виды лечения, причем, вот эти виды лечения, которые рекомендуются, они, в общем-то, сначала применялись при четвертой, третьей стадии, и как всегда все новое перекочевывают из распространенных опухолей. И, наконец, коэкспрессия, вот рецепторы эстрогенов и фердваньо. Здесь совершенно такая картина непростая, несмотря на то, что они формально, как бы, люминальные опухоли, рецепторы позитивные, но вот двойной, двойной позитивный снижает эффект лечения, и, в общем-то, отдаленные результаты не намного лучше, чем при трижды негативном раке. Это особая группа пациентов. Но здесь уже новое направление совершенно. То есть никогда до вот этого исследования сегодня Анна Игоревна не только коснулась этой проблемы при меланоме, никогда раньше при люминальных опухолях молочной железы никогда не применялась неодиевантная иммунотерапия. А вот это первая работа Фатима Кардосов, руководитель ЕСМИ, доложил вот эту работу, где показывается, что если применяется эндокринотерапия, там, скажем, включая туда тот же там рибацклепель или другой, и иммунопембролизумаб, то, конечно, результаты заметно улучшаются. Пациентов с рецептором позитивной опухоли относительно к второй-третьей стадии. То есть это неодиевантная терапия, как при других, при трижды негативных, хердопозитивные. Но здесь еще нужно время, как бы, надо доказать. Но это очень интенсивно исследуется и просматривается. Ну, вот здесь отдельные слайды, касающиеся вот этих исследований. И интересно, что и препараты иммунологические, и название совпадает почему-то с меланомой. Вот классическое исследование Кейнот-522 касается больных уже второй-третьей стадии, где четко показано, что применение вместе с химиотерапией и против плацебо и иммунотерапией все-таки заметно улучшает ну, по крайней мере, трехлетние результаты терапии. Ну, это подтверждается этим голосованием. И вообще вот это направление создания новых иммуноконъюгатов начиналось все сначала тростозумаб, затем сочетание тростозумаба и пертозумаба и токсан, это исследование Клеопатра, который вот наш институт принимал участие. И они применяли второй и третьей линии. Затем появился препарат вам всем известный ТДМ-1 вот, тоже хороший препарат у пациентов распространенным опухолем, когда исчерпался эффект двойной блокады тостозумаб- появился новый тип препаратов иммуноконъюгатов, в частности тростозумаб, деруксотекан. Вот где-то в журнале фарматека у нас опубликована статья, вот, ну пока как бы метаанализ, хотя в институте проводится эта работа, но в основном это были больные, так сказать, третьей стадии, целый протокол совместный, значит, с иностранными коллегами. Первое впечатление очень сильное так, ну это бывает, но нужно ждать, оценивать эти исследования, вот, и смотреть, потому что сейчас уже речь идет не только вот там этой, а следующее поколение этих же препаратов, которые, значит, явно улучшают результаты, но, в общем-то, там, токсичные, секулярные и так далее. Вот три, так сказать, направления, больных распространенными опухолями, метастатическими, ну, первое, это всегда был трамп, тростозумаб, затем тростозумаб в сочетании с пертозумабом, и, наконец, дирокситикан и дальше токодение, потому что все три, вторая, третья линия, как бы, повторяются, но их эффективность, в принципе, как бы доказана. И очень важно, вот эта схема, когда мы часто назначаем, вот больная получала тростозумаб, потом рецидив, значит, она получала тростозумаб, пертозумаб вместе, двойная блокада, снова там, значит, через какое-то время рецидив заболевания, ТДМ, Катсила, что делать с ними дальше? А вот дальше направление, или тростозумаб, дирокситикан, верхняя черта, или сочетание вот отезолизумаб и иммунопрепарата с ТДМ-1. Вот. И вот последнее, это, значит, новое поколение иммуноконъюгатов, тукотинип. Кстати, он и применяется и при метастазе в головной мозг. Да, эта схема интересна, но нужны необходимые доказательства. Вот международные исследования, касающиеся, допустим, значит, уже пациентов, сказать, два позитивные опухоли. Да, и эти больные, как правило, в любом центре, наряду с препаратами, так сказать, антихет, таргетными препаратами, там, тростозумаб или пиртозумаб, получают обязательно химиотерапию, включая, вот там, токсаны, антрозакцины и так далее. А вот в исследовании Невосфера, ну, это, в основном, принимали участие итальянцы, Лукоджиани, это уже лет 20 руководить этим центром, но, к счастью, он подключает и нас туда, к этой работе, вот, много пациентов, и оказалось, что в группе, где пациенты по рандомизации получали только тарстозумаб и пиртозумаб, вот, 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 в этой группе примерно 20% пациентов достигли полного, так сказать, ответа, без химиотерапии, только вот эти препараты. И вот они делают вывод, что, товарищ, не пора ли переходить даже при второй, третьей стадии просто двойной блокаде. Это, во-первых, эффективнее, безопаснее и дешевле. И вот другая блокада, вот, то, о чем я раньше говорил, программа «Натали». «Натали» это использование в одеванке рибоциклиба. Вот этот доклад на АСКО в этом году, ну, где они, так сказать, подтверждают, что да, действительно, там, вот, если наблюдать, ну, правда, мало, 27-28 месяцев, ну, то есть, три года, там явные тенденции, так сказать, к улучшению эндокринной терапии, включающую, это при третьей стадии, вот, грибоциклиб. Но, дело в том, что обычно, в обычной практике, какие бы ни были рецепторы эстрогенов, как правило, врачи назначают химиотерапию, геодевантную, но уж гормонотерапия, это, вот, только наш институт. Кого не спрошу, говорят, нет, ну, третью стадию, молодая женщина, химиотерапия. Вот, так вот, и сам исследователь, ну, мы соучастники этого проекта, совещание было онлайн, сейчас проходит Сан-Антонио митинг, и онлайн подключается. И, что интересно, еще он не начинался, а вот доктор, этот Лайф, который всегда транслирует вот эти результаты, он уже сообщил основные результаты, что где достигнуто. очень интересно. Да, так вот он делает, что нет, надо все-таки подождать. Вот так вот, сгорячая бывает вот эффект, а дальше вдруг к пятому году все это. Ну, будем надеяться на лучшее. Вот, здесь те исследования ключевые, которые касаются трижды негативного рака. Ну, конец, значит, при трижды негативного, единственная пока надежда такая серьезная, это на иммунотерапию. Так вот, в исследовании немецком, неодевант, дуролюмаб, там хорошие результаты, неплохие. Вот, английская шмидт, прембролизумаб, тоже хороший препарат, и результаты хорошие. И вот, нижнее исследование Джиани, вот, наш институт, вот, уже оценивался отезодизумаб. Сколько было шуба, отезодизумаб, все перевернет, все будет прекрасно. Но вот проследили три года, в общем-то, результата особого нет. И даже вот при высокой экспрессии ПДЛ-1, как все признаки, высокий ТИЛС, там, все прочее, все вот эти, значит, группы, которые наряду с иммунотерапией, отезодизумаб и паклетоксел, вот, там, действительно, снижался уровень ТИЛС, снижался уровень ПДЛ-1, в результате лечения, но предсказующего значения эти признаки не имели, значит. Просто вот этот, да, вот оценка, пятилетний результат от НЕОТРИП, отличий нет. Пациенты получали химиотерапию, плюс, значит, отезодизумаб, как в НЕОДИОНТе, так и в АДИОНТе. Значит, этот препарат, судя по всему, для ракомолочной железы, может быть, для других, не очень подходит, вот, потому что, видимо, эффект, вот, скажем, от лечения, там, больше зависел не от иммунотерапии, а от химиотерапии, включающей, значит, токсаны, антрациклины, циклофосфамиды, и так дальше. В общем, здесь вот сейчас идет разборка, в том числе она докладывается там на Сан-Антонио, как развернуть, посмотреть, вот, какие группы пациентов все-таки выигрывают какой-то от иммунотерапии. Вот это одна из тех схем, которые, вот, выйдет в нашей, это золотой книге рекомендации, где мы, вот, пишем, значит, все этапы, начиная от первой стадии, кончая, там, второй, бы, и третьей стадии, этап неодевантов, терапии, хирургии, и дальше, после этого оценка, достигнут полный регресс, вот, значит, в этой случае, значит, полный регресс, то нет необходимости, там, каких-то терапий, кроме, может быть, годичного пембродизума. Это правило, если хорошее, продолжайте это и в адюванте. А вот там, где не достигнут полный регресс, ну, все знают, что ты, прежде негативный, конечно, ксилодокапицитабин, а лучше пембродизума, или, если есть мутация БРЦ1-2, а лапариб вместе с химиотерапией, результаты будут намного лучше. Ну, если это абсолютно первая садия, вот, нижняя строка, синяя, ну, там, вообще, чуть ли только химиотерапия, доцитоксал, и больше ничего. Ну, и здесь, вот, как бы, место заключения. Значит, вот, новое направление, вот, гормонозависимые опухоли, люминальные. Исследуется неводиантная иммунотерапия, пембродизума, плюс эндоклинотерапия, или ингибитора, или супрессия воральной функции. Второй вариант, тоже гормонозависимый, мутация пиатрисеи. Схема фуллистрант альпелесип. Исследуются большие надежды. Или рибоцик при плеводианте, я уже говорил. И, наконец, вот, экспрессия L2. Ну, не 2, а нулевая, низкий уровень белка. 1 плюс, 2 плюса без амплификации. Ну, здесь уже есть надежды, тростозумаб, дирюксикотекан и другие коньюгаты. Еще 2 препарата сейчас выйдут. И, наконец, трижды негативные. Если есть мутация ВРСА, пембродизумаб, аллопарик. Идеальная схема. Спасибо за внимание.